доброго всем дня я рада приветствовать всех зрителей своего канала вяжем крючком с ольгой головатой а также не забудьте посетить мой параллельный канал там где мы с вами вяжем спицами ссылочку на параллельный канал вы найдете в описании под этим видео девочки сегодня я вам подготовила вот такую вот простую необычность я даже как-то не осмеливаюсь назвать это узором но тем не менее все равно это узор вяжется он очень просто осмотрится достаточно оригинально смотрится этот узор будет на любой пряжи как на летний так и на зимние и давайте мы быстренько его свяжем возможно кому-то понравится и кто-то увидит в этом что-то оригинальное кратность раппорта этого рисунка может быть очень разная высоту можно делать два ряда можно делать 4 ряда а в ширину главное чтобы кратность делилась на 2 ну к примеру возьмем 20 петель раппорта разделим на 2 это будет по 10 если набирать к примеру для поворотных рядов мы набираем раппорты кратные 20 плюс 10 петель для симметрии или может быть 18 вот в данном случае у меня сделано на 18 раппорт это значит по 9 мы делим пополам я набираю количество кратное 18 и еще плюс 9 петель для симметрии узора и потом еще по одну и краевую если вы же набираете для вязания по кругу то тогда петли для симметрии набирать не нужно будут кратные примеру 18 петля вы можете сделать на 16 на 20 на 30 это уже ваша фантазия давайте сегодня наберем девочки одно повторение раппорта на 18 петель и плюс 9 петелек для симметрии и по одной краевой ну и считаем 11 и 18 это у нас будет 29 петель делаем первую петельку которая у нас не считается и набираем в цепочку двадцать девять петелек 3 4 5 и так до 29 30 петелька у нас набирается для разворота и вяжем первый ряд столбики без накида в каждый колосок провязываем так до конца ряда подготовили вот такую вот первую полосочку и отсюда начинаем вязать наш узор вяжем одну подъемную петельку разворачиваемся и первый столбик без накида у нас краевой далее мы провязываем 9 столбиков без накида провязали это у нас первая половина повторения нашего раппорта теперь вяжем вторую половину тоже 9 петель из каждой петельки мы вытягиваем вот такую вот как можно длинную петлю настолько насколько у вас получится по длине и 2 3 4 5 6 7 8 и 9 вот у нас есть 18 петель нашего раппорта теперь мы вяжем петли для симметрии и у нас опять должна вязаться 9 столбиков без накида 1 краевой провязываем первый столбик без накида и теперь все эти петельки мы снимаем с крючка и заходим в этот первый столбик без накида в петельку считаем раз два три четыре пять шесть семь восемь девять ну и один краевой мы связали с вами первый ряд в высоту нашего раппорта теперь опять подъемная 1 и возвращаемся вяжем вяжем второй ряд вяжем опять 9 столбиков без накида 1 краевой у нас и 9 столбиков 1 2 3 4 5 6 7 8 и вот он 9 9 столбиков теперь подхватывая каждую вот эту вот петельку и придерживая вот здесь вот петельку придерживая пальчиками чтобы она не вытягивалась мы провязываем тоже в каждой петельке столбики без накида мы провязали 9 столбиков без накида вот эта петля у нас относится к столбикам без накида предыдущего ряда и мы ее считаем как раз вот она отсюда выходила значит следующий у нас второй столбик без накида вот следующий петельки 2 3 4 5 6 7 8 9 и последний десятый 8 8 8 8 9 9 10 11 11 12 12 12 13 14 14 14 15 15 18 15 15 15 16 16 17 16 17 18 18 19 18 петельку и оставляем опять все эти петельки подхватываем этот столбик считаем его за раз и провязываем 2 3 4 опять 9 столбиков без накида провязали 9 далее опять вытягиваем петельки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 и в 10 мы делаем столбик с двумя накидами краевой сделали вытянули теперь все эти петельки подхватили этот столбик с двумя накидами разворачиваемся и вяжем опять все девять столбиков без накида в каждую эту длинную петлю 2 3 4 5 6 6 7 8 и 9 эта петелька у нас как вы помните считается за вторую половину первая петля 1 вот она значит мы начинаем дальше со следующей 2 1 2 2 2 3 4 5 6 7 8 и вот она вот 9 петелечка и 9 и опять провязываем столбики без накида из каждой этой большой петли 5 7 8 9 и 10 у нас вот петелька краевая там где был столбик с двумя накидами провязываем его тоже вот мы с вами связали полный раппорт вместе с шахматным порядком вяжется это очень очень просто просто нужно смотреть внимательно за тем чтобы эти петельки не выскальзывали но если держать палатно в руках аккуратно то у нас ничего не выскальзывает вот таким вот простым узором без лишних задач мы можем связать очень оригинальный красивый свободного покроя свитер точно так же эти узоры будут красиво смотреться в шалях примеру палантинах на любой другой пряжи мы можем взять тоненькую ангорочку или же тоненькую полушерсть и у нас уже получится зимняя вещь точно также может быть зимний вот такой вот интересный и свитер этот узор я бы рассматривала еще и как продольный он тоже будет очень оригинально смотреться я не знаю насколько вам этот узор понравится но считаю что он достоин внимания надеюсь все таки что вы воспользуетесь и таким узором ну а я на сегодня с вами буду прощаться и как всегда до новых встреч до новых идей до свидания вам